Дорогие друзья, доброе утро еще раз. Я хочу сказать, что мне как сухарю, как технарю, инженеру, которые варятся в электромеханике, в компьютерных кодах, в алгоритмах, в формулах, большая честь и большое счастье каждый раз выступать в этой аудитории. Более того, и конечно же я с удовольствием принял приглашение организаторов к сети выступить здесь. Дело в том, что еще можно сказать, что это очередная веха пятилетней. То есть в прошлый раз, когда мы в 2012 году, я тоже выступал перед этой аудиторией, и сейчас за пять лет я с удовольствием приготовил презентацию, и оказалось, сколько много результатов в этот период сделано. И в том числе междисциплинарных. В конце также я несколько слов скажу про последние документы, которые сейчас приняты. Программа «Цифровая экономика», «Стратегия информационного развития общества». И сейчас нет специализированной задачи. Все они междисциплинарные, межотрасливые. Следующий слайд, пожалуйста. Знакомство с Райом Геннадьевичем у нас произошло еще в 1997 году, когда началась программа всем известная интеграция в поддержку научных исследований и образовательных деятельностей. И четыре организации как раз работали над созданием различного рода систем автоматической обработки как речи, так и текста. И я тогда бы еще был аспирантом. И писал программы. И, честно говоря, это было удовольствие взаимодействовать с Райом Геннадьевичем. Это та атмосфера, которую он создавал в своей лаборатории, кафедре. Тот уровень интеллигентности, гостеприимства. То есть каждая встреча, каждая научная, деловая встреча, семинар, она начиналась с чая. Чая, конфеты. Только после этого мы переходили к делам, к разработке алгоритмов, обсуждению баз данных и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Большой вклад Райом Геннадьевича внес в создание конференции речи компьютер с ПИКОМ, которая началась в 1996 году первый раз, потом посетила много городов. И с 2013 года мы ее до сих пор организуем за рубежом пока. Но это дало нам возможность издать ее в Шпингере. И с тех пор она индексируется и в Scopus, и в Web of Science. Следующий слайд, пожалуйста. Начиная с 2015-2016 года конференция разделилась на два направления. Речью и компьютер стал заниматься мой коллега Карпов Алексей Анатольевич, а мы открыли новое направление по интерактивной и коллаборативной робототехнике. Один трек из СПИКОМа, посвященный Human Robot Interaction, как раз выделился в целую конференцию. И вот в этом году в Лондоне проводили число участников СПИКОМа превысило 150, а на ICR, конференцию про робототехники, где-то порядка 50 человек. В следующем году в Лейпциге мы эту конференцию проводим. Следующий, пожалуйста. Немножко все-таки о науке. Значит, с 2007 года в лаборатории активно стала заниматься не только обработкой речи, но и другими естественными модальностями. У нас пошел зарубежный проект по программе грамочной FP7, и в рамках проекта Network of Excellence мы стали анализировать другие как раз возможные направления, каким образом можно анализировать поведение человека и синтезировать с помощью аватаров те же самые естественные модальности. Были разработаны многомодальные интерфейсы, которые позволили решить две основные проблемы. Это повысит надежность и робастность системы, то есть за счет дублирования одной и той же информации по нескольким каналам у нас повышается точность либо распознавания, либо восприятия информации человека. И, наконец, взаимозаменяемость, что также важно для общения с инвалидами. То есть если человек не имеет той или иной модальности, то, соответственно, система переключается на ту, которая ему доступна. Следующий слайд, пожалуйста. Также было несколько слов сказано про такую парадигму Industry.4, в которой одним из основных направлений является Internet of Things, интернет вещей. У нас студенты в университете аэрокосмического прибора строения, когда их спросили, что такое интернет вещей, они в шутку ответили. Но вы знаете, вот в интернете тряпками торгуют, вот это интернет вещей. Ну, хорошо, дальше. И, нет, нет, я еще скажу. Вот здесь. Соответственно, мы рассматриваем несколько типов коммуникации. Это коммуникация между людьми, когда мы face to face видим друг друга, мы находимся в помещении, мы видим контекст, мы чувствуем его, мы видим человека с помощью всех возможных модальностей. Ситуация ухудшается, если мы взаимодействуем по интернету удаленно. Мы имеем или по телефону. У нас начинает теряться модальность, и, соответственно, мы воспринимаем человека достаточно сложнее. И, более того, если у нас идет какая-то интернет-конференция, то очень тяжело задать вопрос аудитории, когда вы не находитесь в аудитории. Затем, казалось бы, у нас устройство между собой общается заранее с задным протоколом. И тут не должно возникать никаких помех, ну, кроме шума канала и других проблем. Но, более того, сейчас устройство у нас гетерогенное как аппаратное, так и программное часть. У нас масса операционных систем, масса сервисов, которые проектируются и программируются на различного рода языках. Поэтому даже устройствам сейчас достаточно тяжело договориться. И вот эта вариативность, гетерогенность и невозможность естественной коммуникации лицом к лицу как раз накладывает очень много ограничений на проектирование систем человекомашинной коммуникации. Следующий слайд, пожалуйста. Несколько демонстраций, которые были разработаны в нашем институте. Это система как раз синтеза речи. Говорящая голова, которая здесь находится, она, соответственно, губами движет, произносит те или иные слова, предложения. Ну и, кроме того, служит неким способом для того, чтобы человек понимал, что система живая, она осведомлена о том, где находится человек, и человек понимает, что она взаимодействует с ним. Следующий слайд, пожалуйста. Эта система была разработана также с помощью наших коллег из университета западной богемии Чехии и два типа синтеза тактильной русской речи, а также жестового языка глухих. Очень много полезного мы получили информации, когда стали взаимодействовать с реальными потребителями этой системы, которые подсказали, что надо и губы красить, и фон соответствующий делать, для того, чтобы более четко люди воспринимали жесты этого автоматического аватара. Более того, для нас было, конечно, большим шоком, когда мы узнали, что в акцельной жестовом языке тоже существуют диалекты, и в России около семи языков только русского жестового языка. Следующий слайд, пожалуйста. Одно из первых внедрений было многомодальный интеллектуальный киоск, который предоставлял информационные услуги посетителям нашего института. И здесь были как раз реализованы системы дистанционного распознавания речи, аудиолокализация, слежение за движением головы человека и синтез речи. Следующий слайд. Так выглядели стационарный киоск и мобильная версия киоска, которая предоставляла не только информационные услуги, но и навигационные. Но единственное, киоск получился слишком громоздкий, и сейчас у нас разрабатывается уже новая антропоморфная роботизированная модель как раз такого автомата. Кроме того, в рамках проекта Российского научного фонда была разработана распределенная система информационно-навигационной поддержки, которая развернута в нашем институте. Это некие дисплеи, оснащенные сенсорными устройствами, которые определяют положение человека, его траектории движения по институту и предоставляют персоединфицированную справочную информацию. Следующая стаканность. Тоже одна из разработок. Это система идентификации и регистрации участников семинаров, лабораторных работ, лекций. Это наш зал, где мы проводим обычно лекции для студентов. Система автоматически следит за перемещением пользователей в зале, затем ищет с помощью других камер лицо на фотографии, на изображении, и затем с помощью системы распознавания лиц регистрирует участников в зале. Третий здесь не был специально взят чужой, не из базы данных, поэтому он не определился. Следующий слайд, пожалуйста. Также были разработаны системы управления устройствами, которые расположены в зале с помощью мобильного телефона. Различные роды компоновки веб-интерфейса были созданы. Также с применением говорящей головы, которая использовалась в качестве модификации тех событий, которые происходят в зале. Следующий слайд, пожалуйста. Также была проанализирована проблема гидрогенности различных устройств и, в первую очередь, вычислительных способностей и разрешений. То есть в зависимости от того, какой у нас размер экрана, если мы используем персональный компьютер, а лучше проекцию на экран, то, соответственно, мы можем вывести как можно больше информации. Если мы уже используем мобильный телефон, как раз в качестве удаленного участника телеконференции, то, соответственно, мы можем в зависимости от того, если у нас идет презентация, то выводим только слайды и фотографии участников, либо просто вид на аудиторию, когда у нас только начальный этап совещания. Следующий слайд, пожалуйста. Также в 2013-м конце была разработана система аппарат, так называемая, которая в своем гидре совместила три основные технологии. Это модуль диализации речи дикторов, то есть определение, кто когда говорил в одноканальном сигнале, и модуль цифровой обработки аудиосигналов, конечно же, и модуль автоматического распознавания речи. Эта система была запущена и использована для различного рода сервисов, запускаемых на различных местных приложениях гидрогенных устройств мобильных. Перехожу к следующей части своего доклада. Примерно два года назад, в связи с актуализацией проблем робототехники, наша лаборатория речи диктовых и модульных интерфейсов разделилась на две. Лассовная лаборатория автономных робототехнических систем. И мы достаточно плотно занялись исследованием как электромеханики, так и различного рода способов, которые необходимы для взаимодействия роботов с пользователями. Причем, как оказалось, что краеугольной проблемой робототехники как раз является проблемой человеком-машинного взаимодействия. И мы там оказались достаточно серьезными специалистами, зная о том, как обрабатывать речь, как следить за человеком по видео и так далее. Но оказалась достаточно такая интересная ситуация, что военные используют интерфейсы, пользовательские интерфейсы в ARMOS, только для того, чтобы удаленно управлять роботами. Это человек, профессионально подготовленный, видит программу, которая не дает ему сделать ни шаг влево, ни шаг вправо, он только следит за картинкой и говорит либо направо, либо налево, либо вперед, либо возьми это, либо возьми то. Мы же разрабатываем многомодальные интерфейсы, которые делают робота роботом, который находится в автономной миссии, способным взаимодействовать с неподготовленным пользователем, теми возможностями, которые обладает человек, а не робот. То есть это ребенок, это инвалид, который не должен знать ни сценариев работы робота, ни заранее запрограммированных его действий. Ну, тут возникает много, кстати говоря, и правовых проблем. Это небольшие направления, которые вот сейчас мы занимаемся. Это интерфоморфная робототехника, это и модульная робототехника, и бортовые вычислители, конечно. Сейчас у нас серийное производство развернуто прямо в институте. Следующий слайд, пожалуйста. Так, это вот сейчас у нас пять проектов идет, как раз, как я сказал, по групповому управлению, по облачной робототехнике, по разработке роботов-эвакуаторов, также модульная робототехника, и недавно пошел проект по разработке энергоэффективных решений по кинематике и динамике антропоморфных роботов. Следующий слайд. Очень кратенько. Модульная робототехника отличается тем, что заранее у нас система не имеет жесткой конфигурации, у нас есть отдельные модули, вот один из них разработан у нас в спиране, и в зависимости от заданной прикладной задачи, система формирует и конфигурирует свои модули таким образом, чтобы выполнять ту или иную задачу. Соответственно, у нас и гибкость системы, и возможность быстрой пересборки для формирования робота к новой задачи. Следующий слайд. Рейвая робототехника. Здесь основной аспект и специфика в том, что их много. Много, они дешевые, их не жалко. Один умер, одного убили, придут еще 10, которые будут выполнять те же самые функции. Следующий слайд. Облачная робототехника. Здесь задача стоит в том, чтобы у нас мобильный робот, который обладает достаточно низко вычислительными ресурсами, недостаточными базами данных, мог воспользоваться распоряденными сильными ресурсами, которые обрабатывают данные, поступающие с различных роботов, формируют знания и передают их, соответственно, на отдельные роботы для выполнения той или иной задачи. Следующий слайд. Ну и, соответственно, вот наша идеология, это как раз объединение преимущества этих трех направлений робототехнических достаточно современных, им буквально лет 10-20, которые позволяют нам создать робота, который мог уже быть переконфигурирован в зависимости от необходимой задачи, которую требуется решить, использовать распределенные ресурсы поддержки, ну и, конечно же, за счет их многочисленности позволяют отодвиваться надежности решения той или иной задачи. Следующий слайд. Еще раз из примеров. Наша команда совместная с P-Rangual активно участвует в движении робокап роботов-футболистов. В этом году мы заняли первое место на национальных соревнованиях в Томске, и сейчас в декабре я у тебя детей везу в Таиланд на международное мероприятие. Следующий слайд. Наш спортивный зал, где мы как раз отрабатываем поведение роботов вот в этой прикладной задаче. Также была решена задача реконфигурации роя роботов из эротичного состояния в заданную фигуру, в данном случае куб. Была математически доказана квадратичная сложность решения этой проблемы, но, к сожалению, в реальных условиях, естественно, сложность будет увеличиваться. Следующий слайд. Облачная робототехника. Здесь как раз идея состоит в том, чтобы одновременно мы использовали вычислительные, сенсорные возможности как стационарных устройств, которые у нас расположены в помещении, мобильных роботов, которые передвигаются вместе с нами, а также клиентских устройств, которые мы носим с собой. Следующий слайд. Вот наша гордость. Это бортовой вычислитель модульного типа, который разрабатывается в серийной спиране, и основное его достижение, то, что он стоит всего 2000 рублей, это в 6 раз дешевле, чем азиатские аналоги. Весь софт написан в России, и комплектующие пока, к сожалению, иностранные. Следующий слайд. Ну и несколько внедрений. Армы. Следующий слайд. Для коммуникации между судно-судно. Следующий слайд. Система контроля доступа для домофонов. Следующий слайд. Тоже система контроля доступа. Это для закрытой системы. Следующий слайд. Ну и вот интеграционная плата, где модуль встраивается в интеграционную плату, которая имеет различного рода расширения, разъема, которые позволяют в зависимости от необходимой задачи как раз менять только сам модуль, а сама плата, которая встраивается в большое устройство, остается неизменной. Следующий слайд. Ну и несколько примеров. При разработке антропоморфного робота мы ставили задачу, конечно же, не повторить, а превысить характеристики существующих образцов. Это вот назад видео было снято. И мы добились того, что начал прыгать. Следующий слайд. Ну, также была разработана стабилизированная система энергопитания как раз для того, чтобы в каждой конечности нога, рукава у нас находился свой аккумулятор, чтобы он мог сделать силовую нагрузку, прыжок и так далее, которая требует достаточно большого тока. Следующий слайд. Наш инженеринг-газоцентр, который создан при спирании. Здесь и наши ребята, и студенты проходят обучение. Следующий слайд. И несколько слайдов. В конце вот как раз по программам, которая сейчас уже... Стратегия информационного развития общества принята. Программа информационная... Цифровая экономика принята. И сейчас принимается программа стратегического научно-технического развития Российской Федерации, в которой тоже очень много чего интересного прописано. Но вот что в этом я хотел бы отметить, что как раз это именно междисциплинарное исследование. Прежде всего, так называемые сквозные технологии будут разрабатываться. Объем научной информации колоссально возрастает и формируются новые способы обработки ее. К сожалению, да, сейчас Россия находилась, в общем, такой ресурсной страной. И стоит сейчас задача именно попасть в группу стран, которая бы являлась не донором наушных кадров, а сама свои кадры оставлялась у себя в России, которые бы становились великими учеными, как... Следующий слайд. Принципы, как раз стратегии развития информационного общества. Ну, как сохранение традиционных форм недокументарных взаимодействия, так и переход к цифровым. Ну и, конечно же, повышение... Одновременно стоят задачи как повышения безопасности граждан и государства, так и повышения роли России в мировом, гуманитарном и культурном обществе. Следующий слайд. Ну и вот сквозные технологии, которые вы тоже, наверное, прекрасно знаете. Большие данные, искусственный интеллект, распределенный реестр, квантовая технология, промышленный интернет, сенсорика, беспроводная связь, дополненная и дополненная реальность. Следующий слайд. Все, практически заканчиваю. Что еще по этим программам хотелось заметить? Ну, конечно же, акцент, который сейчас делается, на проекты «Мега-сайенс», крупные зонтичные проекты. До 4 декабря, насколько я знаю, необходимо подать заявки на, как раз, консорцию, 10, которые будут в итоге выбраны. Сетевое взаимодействие, междисциплинарное, которое позволит решить проблему, к сожалению, сейчас отсутствия взаимодействия промышленных, научных и образовательных организаций. Ну и, конечно же, поддержка студенческих инициатив в области предпринимательства. Следующий слайд. В заключение, вот, еще раз скажу, что мы как занимались, так и продолжаем заниматься человеком-машинным взаимодействием, киберфизическими системами, большое внимание уделяем роботехническим системам. Ну и, конечно же, вот, те работы, которые проводил Юрий Александрович Косарев, Арман Георгиевич в 90-е годы, они не забыты и получили свое развитие вот в наших молодых лабораториях. Следующие слайды. Ну и совсем заключение. Еще. Те конференции, которые мы проводим, это речи компьютерских хор, это интерактивная, коллаборативная работа тема, это труды с фейерами, Труды с фейерами в 2016 году вошел в скопу. Сейчас мы имеем сайт-сколя 05 и находимся примерно в середине из семи российских журналов, которые в области компьютер-сайта. Активно участвуем в движении Робокап. Ну и жду всех в нашем институте, в котором у нас развернута серьезная база по робототехнике, где мы можем показать студентам. Ну и музей Карла Майя, музей информатики, где все, скажем так, первые компьютеры, которые были в России сделаны. И, в общем-то, тот же самый Бессмин мог бы стать самым лучшим у нас представлены. Спасибо за внимание.